Мы и чиним изнутри утюги, моторы, телефоны, МП-3, прочие приборы. Без нас часы не ходят, без нас не светит свет, а тут такие песенки для взрослых не секрет. Звонкоголосая Маруся из лесного городка сегодня в образе Симки, героиня любимого мультфильма, пришлась по душе как исполнительнице, так и автору сценария, по которому лесногородским ребятам предстоит выступать на сцене. В начале репетиция слаженной четко, члены агитационной бригады разбирают атрибутику. В прошлом году лесногородская СОЖ заняла второе место в смотре конкурсе на противопожарную безопасность. В этот раз ребята также стремятся попасть в лауреаты. У нас есть тематика, это фиксики, то есть все будет. Почему фиксики? Ну, потому что фиксики, они работают с электроприборами, они их чинят, они в них лазают, я не знаю, что они с ними делают. Ну, то есть взаимодействуют с этими приборами, а из-за приборов возникают пожары. В конкурсе несколько номинаций «Пожарная песня» и «Конкурс Агитбригад». Первыми на сцену выходят солисты, стараясь тронуть сердца зрителей и жюри проникновенными словами о страшных последствиях огненной стихии. «Мы по тревоге мчимся никуда, дымом пожаров видно, только в пламя, и мечется в сознании и беда, и черные дымы пеют глазами». «Мы будем петь песню про пожарных и хотим показать, что это важно». «У нас выступает всего четыре человека, и мы будем петь песню под гитару». «По каким критериям оценивается выступление?» «Две номинации, художественно-выразительность в первую очередь, оригинальность идеи, соответствие тематики. Опять же, нельзя превышать и по времени исполнения, это не более десяти минут. Опять же, приветствуется и форма, соответствующая тематика, вместо пожарной, МЧС, ну и по количеству детей, опять же, чтобы не превышало». В жюри представители управления образования и МЧС. «Смотр-конкурс» – совместный проект, направленный на популяризацию противопожарной безопасности. Это не урок ОБЖ и не просто агитка. За каждым словом понимание того, что с огнем не шутят. И пускай ребята говорят языком плаката, но знают точно, что делать, если случилось ЧП. «Нельзя вставлять утюг включенным, спичками пользоваться нельзя, если ты без взрослых. Включать какие-то электрические приборы мокрыми руками, тушить электрические приборы водой нельзя». «Профессия пожарная, кто эти люди? Опиши, пожалуйста, качество, свойства». «Качество» – это, по сути, да, правильно, Настя, это герои своего нашего времени, которые жертвуют собой ради других. Они должны быть стойкими, мужественными, да, и мы им выражаем очень большую благодарность, этим людям, что они существуют просто. «Выручать, хранить и защищать» – звучит со сцены девиз агит-бригада Одинцовской гимназии номер 11. «Новое поколение» – так назвал себе творческий коллектив, который сегодня со сцены сообщает о непоправимой беде – пожар в лесу. Ребята используют различные образы, например, юные гимнастки изображают полыхающее пламя на фоне дивного леса. По итогам районного смотра конкурса будет определен победитель, которому предстоит пройти в следующий этап – областной. В прошлом году в хореографическом конкурсе на противопожарную тематику, проходившему в Химках, отличилась команда 17-й школы Одинцовского района, а Тетушкина Арина заняла первое место в номинации «Вокальное мастерство». Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова»